отчет джет призрачная белка и мельница всем привет дорогие друзья с вами снова я донали и сегодня мы продолжаем прохождение star stable онлайн с нуля стопроцентно мы прокачали репутацию у фирмы джет и сегодня возвращаемся работать на миссис драки и выполнять ее задание джессика подойди-ка сюда я понаблюдала за тобой и считаю что ты отлично справилась я назначаю тебя моим персональным ассистентом при этом конечно же без зарплаты ты по-прежнему неопытно но как мой ассистент я буду нагружать тебя в будущем еще больше я рассчитываю что ты справишься со всей работой которая у тебя есть плюс все новые задания которые у меня есть для тебя и не думай что тебе все пройдет просто так не смей увольняться если ты разочаруешь меня то пожалеешь об этом в будущем ну вот и хорошо твое первое задание это послать вот этот отчет руководству джет он содержит тайную информацию о нашей работе здесь и поэтому не упускай его из виду не на секундочку ты думаешь что это именно то чего ждал герман отчет содержащий описание работ которыми занимаются джет в ярлхейме вместо того чтобы отослать его по отчету и руководству ты решила поехать с отчетом герману если ты забыл что было в прошлый раз ярлхейме я напомню герман попросил устроиться в джет и узнать много информации которые бы позволили раскрыть глаза на то чем они занимаются в данном городе и этот отчет как раз и являлся тем самым ценным кусочком который отвечал на все вопросы почему джет здесь что они ищут для чего они расположились евро в ярлхейме и куда пропал прошлый мэр доклад мисс драки руководству джет прекрасно как тебе это удалось хорошо поработала джессика давай посмотрим что в нем написано но посмотрим это подтверждает мои самые худшие подозрения джессика планы джет испортит все что у нас есть в селе урожайным джессика я должен подумать об этом мы что-то должны сделать но я не знаю только что но это не самая лучшая идея ждать меня скачи на встречу своим приключениям и я позову тебя когда у меня появится план увидимся до встречи хорошо поработала джессика так как мы закончили с этой сюжетной линии предлагаю отправиться в другое место и взять самое основное сюжетное задание которое нам сейчас очень нужно сделать называется она следуй за этой белкой чтобы найти это задание нужно вначале отправиться на свою конюшню в морленде оттуда доехать до разрушенной церкви и тому же ты увидишь что тебя ждет вот и она аббатство дойл старая разрушенная церквушка вместе с захоронениями виде каменных плит с этого момента и начинается самое главное приключение к сожалению камеру так и не починили по сравнению со старыми персонажами поэтому новые выглядят немножко криво ого что-то происходит следы за загадочной светящейся белкой не волнуйся белка далеко от тебя не убежит если ты вдруг отстанешь она тебя будет ждать старые игроки впервые знакомятся с данной сюжеткой ну а новые уже знают про этот рунный камень так как они его видят в начале игры тинкан ты видишь рунный камень вспыхнул словно костер летнего солнцестояния что это мы не одни ой джессика я тебя не заметила привет давно не виделись ну как хрустальная диадема хорошо проводите время уже познакомились со всеми на этом острове есть много того чего не найдешь путеводителях само собой ты одна из немногих кто и так это знает готова узнать больше о скрытой стороне юрика диалоги поменяли после выхода нового выступительного сюжета который теперь является базовым для всех начинающих игроков текст стал совершенно другим а раньше именно на этом месте мы впервые знакомились с алекс и с еще одной девочкой и они в начале скрывали от нас то что здесь присутствует какая-либо магия и что они с этим как-то связаны и уж тем более не было никаких прямых разговоров о темной стороне юрвика вероятно тебе интересно почему этот древний камень светится обычно румные камни начинают чудить когда баланс энергии вокруг нарушен какими-то темными делишками также здесь мы раньше и впервые знакомились с линдой алекс тинкан вы тоже это почувствовали вы же не думаете что темное ядро ой привет линда видимо джессика это тоже почувствовала хотя сама даже не поняла да меня что-то сюда привело джессика здорово что мы снова встретились хоть и в таких обстоятельствах может рунный камень доказательства что джессика принадлежит к нашей группе возможно она одна из кандидатов о которых говорил фриб кандидатов молодые наездники которые могли бы помочь защитить юрвик фриб сможет лучше объяснить если это и правда твоя судьба конечно я бы с радостью осталась но я так близка к финалу моего расследования сами знаете о ком библиотека зовет да ага хочешь пойти со мной алекс книги не кусаются нет но это было так здорово нападайте кусачей книги знаешь наверное тебе лучше пока держаться подальше от библиотеки что скажешь дружище метеор отправимся в усадьбу серебряной поляны и завершим нашу миссию хорошо пути заедем к марли за яблоками до встречи алекс и до скорой встречи джессика нет такой тайны которую не разгадала бы линда если постарается она просто гений гения у которого есть сила и лошадь полный набор кажется сама судьба хотела чтобы мы встретились миссия выполнена судьба не только у линды есть срочные дела наш старый враг вернулся мы с тинканом должны во всем разобраться миссии враги сила а ну-ка говорите кто вы на самом деле мы духовные наездницы кроме нас есть еще две анна и лиза это что-то вроде конного клуба только вместо того чтобы соревноваться и выигрывать ленты мы вместе обеспечиваем безопасность на юрвике я хочу помочь не так быстро джессика я ценю твой энтузиазм но духовная езда это не волонтерство в благотворительной организации она связана с судьбой и ритуалами все сложно вы пытаетесь меня защитить о да вы духовными наездницами огромная ответственность и для одного человека это слишком опасно поэтому мы сестринство а еще наши духовные лошади дают нам силу слушай будет проще если ты развернешься и поедешь обратно в конюшню морда тренироваться с другими девочками поможешь клубу бобкот с распродажей выпечки сделаешь браслет дружбы займешься обычными делами но если ты одна из наездников о которых говорил фрип то мы наверняка скоро снова встретимся люби свою лошадь помогай соседям веселись а если приедешь в серебряную поляну заходи навестить меня вперед тинкан я слышу зов приключений с этого и начинается основной вступительный сюжет игры дальше потихоньку будут появляться сюжетные задания но пока что их нет мы только-только узнали о том кем являются девочки и чем они занимаются каждый день они защищают юрвик и что если мы тоже возможно являемся защитниками судьба сведет нас вместе ну а пока выполним другое сюжетное задание оно связано с мукой для булочек у гарлильда и находится в деревне серебряной поляны это очень странно когда вначале ты начинаешь свой день с того что передаешь отчет герману потом едешь знакомиться с руным камнем где тебе сообщают о духовных наездниках и спасение юрвика а после чего едешь выполнять задания с булочками пожалуй тебе придется к этому привыкать несмотря на то что ты всего лишь девочка которая приехала в летний лагерь в конюшне мурмонта ты останешься здесь надолго а может быть даже и навсегда здесь нету конца всей этой истории ты просто прокачиваешься гуляешь делаешь много разных дел порой даже которые сама не ожидаешь покупаешь лошадей прокачиваешь их участвуешь в соревнованиях и решаешь разные проблемы местных жителей поверь дел тут достаточно тебе никогда не будет скучно их всегда много в разных локациях в разных местах и порой требуется прокачивать репутацию надеюсь это тебя не напугает юрвик очень большой и он постоянно расширяется больше людей больше населенных пунктов больше лошадей джессика я слышал что это ты спасла семью морланд от этой вонючки мистера кэмпбелла ты сделала доброе дело я собрал кожи и обнаружил что у меня закончилась мука можешь ли ты привезти мне немного муки возьми ее у барни работающего в силосе и и и и и и и и и Мука? У меня нет муки, но есть много зерна. Этого хватит? Держи, это тебе. Если ты отнесешь это виллу у мельницы, то он сделает тебе муки. Кстати, я слышал, что мистер Кэмпбелл начал бурение нефти в поле Эвернинда. Это нехорошо. Мельница всегда видна издалека. Она находится на большом холме недалеко от деревни Серебряной Поляны. И туда ведет официальная дорога. Как я говорила ранее, я буду сокращать. Если первое время я еду по официальной дороге, то уже приезжая второй раз в данную локацию, я буду сокращать так, как считаю для себя удобным. Привет! Что я могу сделать для тебя? Ты хочешь использовать мельницу? Вот тебе немного хорошей муки. Приезжай обратно с этим в магазин. Привет, Джессика. Знаешь что, я подозреваю, что ты и хрустальная диадема любите соревноваться. Не правда ли? Так я и знал. Давно-давно здесь вокруг мельницы проходило соревнование. Соревновательная дорожка есть по-прежнему, хотя ее трудно увидеть. Думаешь, у тебя есть шанс против древних мастеров-наездников? Ты думаешь? Так ты уверена, это хорошо. Но это сложный пробег, мой дружок. Не будь так уверена в победе. Данное задание открывает нам ежедневную, а вернее уже постоянную гонку вокруг мельницы. Также в этой гонке присутствует одно достижение, которое мы постараемся выполнить прямо сейчас. Проедь маршрут без единого прыжка. Это значит, что тебе нужно проехать всю гонку, ни разу не прыгнув. Если ты любитель прыжков, то тебе будет сложно, так как объезжать тут много чего придется. Зато ты получишь секретное достижение. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, я не удержалась и прыгнула. Поэтому достижение не получу. Все дело привычки. Я настолько сильно привыкла, что во время езды я задумываюсь о чем угодно и нажимаю пробел. И в итоге это вышло мне боком. Если ты не выполнила достижение, ничего страшного. Ты всегда можешь выполнить его просто в прохождении ежедневной гонки. Хоп! Это были великолепные скачки, Джессика. Мне очень приятно видеть такую мастерицу-наездницу, скачущую по местности. Только скажи, если ты захочешь опять посоревноваться. До встречи! Теперь у нас открыта ежедневная гонка, которая будет давать 125 опыта и 100 опыта деревни Серебряной Поляны. Вернее, раньше это было ежедневное задание. А теперь, так как оно фиолетовое, ты можешь выполнять его сколько угодно раз. Пора отправиться и вернуть муку. Пора отправиться. Принесла ли ты мою муку? Как хорошо! Из нее получатся хорошие коржи. Ну что ж, Гарольд выпечет коржики только к завтрашнему утру. Придется подождать. Мы сделали сегодня достаточно работы. Хотя и она и получилась в разброс. И на этом, пожалуй, видео подошло к концу. Спасибо, что посмотрели его. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин